Значит, тема у нас весьма интересная, особенно тем, что в контексте всех событий в Украине, не знаю, как вы, но меня это подвигло все-таки как-то к исследованию писаний в поисках ответов на вопросы, а что же такое происходит, потому что действительно происходят весьма странные вещи. Наверняка многие из присутствующих помнят, что когда-то Украина с Россией и не только были одной большой, мощной державой, одним государством, свободно передвигались по всей территории, все народы были братьями, друзьями друг к другу, мы были одно государство. Значит, потом пришел момент, когда мы стали разными государствами, то есть одно большое разделилось на множество, и появились границы, появились таможни, появились определенные языковые проблемы, но при всем при этом все-таки между Украиной и Россией сохранялось некое единство во взглядах на многие вещи. А потом вдруг, вот кто из вас год назад мог подумать, что Россия и Украина будут воевать друг с другом? Вот это вот произошло вот так вот вдруг, неожиданно произошло то, о чем никто даже предполагать не мог. И это наводит на мысли, что привычный нам мир может действительно в одну секунду рухнуть, измениться настолько радикально, что мы себе даже представить не можем. Хотя, в принципе, мы, скажем, знакомые, это не так уж и давно было, хотя нас тогда еще не было. Та же вот Великая Октябрьская революция, да. Значит, вот реально для людей, живших тогда в Российской империи, мир рухнул, все перевернулось. И я просто, ну, как бы мы все об этом знали, но я думаю, что, ну, вот я, по крайней мере, никогда не размышлял вот именно вот так, вот не переживал вот это вот таким образом, вот как участники этих событий. Просто в последнее время я там прослушивал некоторые аудиокниги, повествующие как раз вот именно о том времени. И я вам скажу, что действительно смотришь на все это по-другому. Когда ты понимаешь, что, в принципе, привычный мир может измениться до неузнаваемости, и те, кто были сегодня друзьями, окажутся врагами. Ну, вот представьте себе, вы живете там в квартире или в доме, и тут раз вот происходят такие события, что приходят вооруженные люди и выгоняют вас из этого дома. И вы не можете обратиться ни в суд, ни никуда. То есть вам просто нужно в лучшем случае собрать какие-то ценные вещи и уйти, да. В худшем случае может вообще произойти ужасно. Вас просто убивают и забирают ваше имущество. То есть полный беспредел. Тем более, что Ишуа предупреждает о том, что подобные вещи происходить будут. Понимаете? И когда это начинаешь понимать, то действительно становится страшно. Но это, в принципе, не то, к чему призывает нас Господь. Значит, мы вообще на все, что происходит в этом мире, должны смотреть сквозь призму жертвы Ишуа на Голгофе. Потому что я вот недавно сделал рекламную табличку, посвященную тому, чем я занимаюсь, и повесил в офисе свою и своего шефа. Сделал эти две таблички из черного полированного акрила. Значит, и выгравировал это, значит, повесил на стенке. Все, кто проходили, говорили, как-то мрачновато. На похоронное бюро похоже. Значит, и хозяин этого помещения попросил меня их снять. Я говорю, ну зачем? Смысл? Говорю, ведь люди обращают внимание. На те таблички, которые висели, никто уже не обращал внимания. А тут висит что-то, что привлекает внимание. Да, людей это, может быть, раздражает, но они смотрят и читают. И реклама достигает своей цели. Он попросил все-таки поменять эти таблички на более веселые. Я их снял. И я прекрасно понимаю, что людей смущает это по одной простой причине. Люди не хотят думать о смерти. Так когда-то еще несколько лет назад, когда я жил в Кишиневе, и у нас было общение с группой православных, но вот не традиционных православных, а вот в лоне православной церкви в Кишиневе была небольшая группа людей, энтузиастов, скажем так, которые, как и мы, уделяли время исследованию Писаний, не собирались для того, чтобы вместе молиться, вместе общаться, обсуждать какие-то вопросы. И так случилось, что вот Бог нас свел, мы наладили общение. Для них было в диковинку то, что Бог действительно делает в протестантской церкви, потому что я ходил в харизматическую церковь. Для них было вообще что-то такое из ряда, вон выходящее то, какие Бог изменения производил в людях в репцентре. Потому что мы организовали встречу. Интересно, что в эту группу входили в основном люди интеллигентные, культурные, как говорят, цвет нации. Это поэты, писатели, художники, ученые. Это вот именно интеллектуальные люди интеллектуального труда, скажем так. И когда мы организовали встречу за одним большим столом, за которым сидели вот эти вот люди, и бывшие наркоманы, бывшие бомжи, бывшие алкоголики, там одна женщина щипала из себя и говорила, я не верю, что это на самом деле. Но с другой стороны, я верю, потому что Бог всемогущ. И вот как-то они предложили нам встретиться, пообщаться на тему смерти. Что говорит Библия о смерти? И я вам скажу, что для меня было действительно откровением, то, что они там рассказывали, что, оказывается, представление о смерти в Писании изменяется. И такой момент, что люди в основной своей массе, люди неверующие, не хотят размышлять, не хотят разговаривать о смерти, для меня это было действительно откровением. Я потом интересу ради попробовал поэкспериментировать с некоторыми своими неверующими знакомыми. Это действительно казалось правдой. Ну вот кому хочется думать о смерти, когда ты, ну, если человек атеист, то он думает, что вот он просто прекратит свое существование, и все. Если он верит в какие-то загробные миры, то, в принципе, то определенности тоже никакой нет. И, скажем, вот эта вот дверь в тот мир, это, ну, действительно что-то странное, что-то страшное. Ну, не знаю, это как сравнить вот. Кто-нибудь пытался когда-нибудь вот нырять ночью в море в незнакомом месте, зная, что там большая глубина, и непонятно, что на дне. Страшно? Ну, ну, или, скажем, вот реально какая-то опасность, бежишь, бежишь, и раз перед тобой какая-то преграда, но не закрыта, вот просто нужно прыгнуть вниз, и там непонятно что. Значит, и шагивать вот этот вот баринь верующих, это страшно. Значит, но мы, зная, что Ишуа прошел этот путь, и что он приготовил для нас лучшее, мы на это смотрим, ну, по крайней мере, должны смотреть с радостью. И Павел говорит, смерть для меня приобретение. То есть мы не должны бояться смерти, и тем более мы не должны бояться того, что происходит в этом мире. Потому что Ишуа, когда предупреждает о грядущих событиях, он говорит, не ужасайтесь. То есть он нас вдохновляет на то, чтобы мы все-таки с надеждой смотрели в будущее, и несмотря на то, что происходит вокруг, мы должны смотреть на это действительно с надеждой, с верой в него, что вот если он пообещал, то он действительно нас проведет через все это. в конечном итоге мы будем с ним, и нам будет хорошо. Вот на фоне всех вот этих вот размышлений я начал исследовать некоторые местописания. В частности, вот я обратился тогда к этому отрывку, где ученики попросили его рассказать о признаках его второго пришествия и кончины века. И вот он дал эти признаки, он дал им некоторые наставления, и он там упомянул пророчество Даниила. Я обратился к пророчествам Даниила, перечел всю книгу, и вы знаете, реально мне стало легко. Потому что там описываются очень ужасные события, но там есть надежда в этих словах, в этих пророчествах. На тот момент моя супруга, она как-то увлеклась новостями, которые описывали все эти события. Майдан, это еще даже война не началась. Значит, и она была в такой панике все это. Я говорю, послушай, ты Слово Божие давно читала? Я говорю, расслабься, почитай Писание, помолись, и ты увидишь, как тебя попустит. Значит, и действительно она доверилась Господу, она начала исследовать Писание, она начала молиться, и ее действительно вот отпустило. Вот эта вот паника, эта безысходность, она отошла. Почему это происходит? Потому что Бог просвещает всякую тьму, и когда мы прибегаем к Нему, Он действительно дает нам вот уверенность в завтрашнем дне, потому что Он сам говорит, что только я имею для вас будущность и надежду. И Слово Божье, оно действительно, знаете, вот как в лесу, идешь вот ночью по лесу, да, и вот фонарь. Я помню один раз, много лет назад мы с другом съездили к Нему на родину, он из-под Брянска. И так получилось, что нам ночью надо было пройти по лесу, сосновому лесу, с фонариками. Не вслепую, а вот с фонариками. Я вам скажу, что вслепую, наверное, все-таки не так страшно, как с фонариком, потому что эти тени, все вот это вот, фонарик включаешь, страшно, выключаешь, тоже страшно. Как бы, но при всем при этом, когда фонарик включен, ты хоть видишь, куда ты наступаешь. И Слово Божие, оно действительно просвещает. И тут вот можно такую вот интересную картину представить себе. Вот если, скажем, пространство, это все-таки как время, значит, и вот человек, который не имеет Слово Божие, вот этого вот светильника, он во времени движется, как в темноте. И он не знает, что будет завтра, он не знает, куда он наступает. Понимаете? Он не помнит ни своего прошлого, потому что оно во тьме. Вот он живет только сегодняшним днем, значит, и он не знает, что там впереди, поэтому ему страшно. Но, когда человек действительно прибегает к Божьему Слову, это как светильник, который напоминает прошлое, напоминает все дела Господни, которые он совершил в нашей жизни, в жизни Израиля, значит, и освещает определенное будущее, это действительно ценный подарок от Господа для нас. Причем, я вот недавно тоже показывает какие-то с местами, записано было бы все в Библии, и мы бы четко знали, где, когда и что, и могли бы даже деньги на этом зарабатывать неплохие понимаете но бог почему-то это все предоставляет нам несколько вином свете он передает определенные события и сопровождает это определенными наставлениями то есть пророчество о будущем даны нам не для того чтобы мы знали будущее а для того чтобы мы могли подготовить себя как невесту к его пришествию понимаете чтобы нас никто не ввел в заблуждение чтобы мы твердо стояли в вере твердо стояли на его слове значит и когда это при том что мы действительно пребываем его слове что мы действительно зна не обыкотировали но я бы хотел теперь давайте немножко размышляем над тем что такое история как вы думаете что такое история события которые произошли в прошлом есть еще варианты определения записанная хронология событий хорошо есть еще варианты все никто никогда не размышлял над тем что же такое история кто знает историю своего народа от самого происхождения раз один человек знает своего частично так что кто-то знает историю своего народа от самого момента его происхождения так как знают это евреи но это но это евреи в курсе ты евреи в курсе значит а вот ну каких национальности представители здесь есть вот русские есть у меня у меня вопрос знаете ли вы происхождение русского народа на самом деле сейчас существует столько теория происхождения русского народа на самом деле никто точно ничего не знает знаете вот если евреи могут сказать написано то то русские могут скадинска может сказать написано там а другой скажет на это на заборе тоже написано что там написано то есть понимаете а слышали когда нибудь такую фразу кто не знает своей истории тут не имеет будущего теперь у меня вопрос кто из вас имеет будущее как представитель своего народа если вы не знаете своей истории интересно но он смотрите сколько интересных мнений да мы граждане небес я прошу прощения но книги откровений написано я могу сейчас даже процитировать чтобы не быть голословным и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Вот смотрите, седьмая глава книги Откровений, перечисление 144 тысяч по 12 тысяч из каждого колена, да? Значит, из девятого стиха. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и предагнца в белых одеждах с пальмовыми ветвями на руках своих. У меня вопрос. Как вы думаете, вот те люди, которые вот там вот, они знали о своем происхождении этническом, свою национальность, или они считали себя просто гражданами небес? Безусловно, они граждане небес. Но почему-то мы видим на небесах разделение на сынов Израилевых и представителей всех племен, народов, языков, и те, и другие граждане небес, и те, и другие дети Божьи. Ну, так пришли и возлегли. Так, вопрос. Они при этом утратили свою национальность? Нет, не утратили. То бишь, если там оказался украинец, там оказался украинец, который имеет будущее. Стало быть, ну, исходя из той фразы, о которой мы говорили, не знающий истории, не имеющий прошлого, не имеет будущего. Стало быть, тот украинец все-таки немножко знал о своей истории. Значит, с другой стороны, с другой стороны, вот если посмотреть на то, как историю вообще изучают, преподают, кто-то, может быть, вспомнит, в школе же все изучали историю, да, историю человечества, да. Значит, кто-то может так вот в двух словах, ну, привести хронологию истории, которую мы изучали в школе? Нет, то биология, то биология. Я сейчас про историю. Я прошу прощения, может кто-то поднять цивилизованную руку? Мы же вроде как в Европу все стремимся. Хотим быть цивилизованными. Давайте начинать с себя. Кто хочет ответить на этот вопрос? Вот так вот. Как говорить с места, так много желающих. А как так, чтобы... Так что, никто не хочет? Ну, насколько я понимаю, мы с вами учились в одной советской школе, в разных городах, но школа у нас была советская. Происход он что-нибудь рассказывал? Хорошо. Значит, я сейчас попытаюсь вспомнить хронологию той истории, которую я когда-то проходил. Ну, наверняка помните, значит, про первобытный общинный строй. Это, типа, вот первый момент, с которого начинается описание истории. То есть, грубо говоря, если бы в соответствии вот с той теорией, как это все преподносилось, нам нужно было сначала изучать биологию, а потом историю. Значит, ну, проходили эти науки параллельно. Значит, и по биологии нам рассказывали, что человек произошел от обезьяны и стал Homo sapiens, значит, а вот история, это уже как продолжение биологической истории. Значит, когда человек стал разумным, он начал объединяться в сообщество. Это был первобытный общинный строй, потом рабовладельческий строй, значит, и первобытный общинный строй мы, в принципе, там каких-то государств не проходили историю. Понятно, почему государств, как таковых, якобы не было. Значит, потом, когда мы начали проходить рабовладельческий строй, мы изучали историю Греции и Рима. Больше ничего не было. Значит, потом мы изучали феодальный строй, значит, и это уже история в основном Западной Европы и России. Потом мы изучали уже новую историю, то есть капиталистический строй. Это опять же история Западной Европы и России. Но Россия, кстати говоря, как-то так вот в капитализме вроде как по той истории созреть не особо успела, потому что произошла революция, да? То есть пришел в социалистический строй на смену капитализма. Значит, ну и дальше уже идет новейшая история, то есть это история Советского Союза. Значит, вот как вы думаете, в масштабах истории всего человечества, какую долю информации мы получили в школе? Ну, в процентном примерно так вот. Ну, то есть… Ну, вот интересу ради я сейчас так просто наброски небольшие для наглядности сделаю. Значит, первый пункт – это первобытно-общинный строй, да? Первобытно-общинный строй. Какая география охватывается? Вся Земля, да? Значит, стопроцентно, да? Но информации по этому пункту у нас практически никакой, да? Значит, следующий пункт – феодальный. Ой, рабовладельческий. Рабовладельческий строй. География каких государств входит сюда? Греция, Рим. Греция и Рим. Замечательно. Ну, в отношении географии, соотношение какое? Ну, я прошу прощения, создается впечатление, что человечество жило только в Европе, причем только в Греции и в Риме все это время. Ну, понимаете, что тут вот огромный провал информации у нас. И, скажем, по пунктам, что происходило, и по пунктам, где происходило. Значит, следующий. Значит, это у нас уже феодальный строй. Феодальный строй. География Европа, да? Европа, Россия. Европа, Россия. Ну, то есть, Греция и Рим уже куда-то исчезают. Мы, ну, то есть, они просто растворяются в Европе, да? Значит, появляется еще Россия. Географически, насколько это вот, ну, сколько это процентов, занятые человечеством? Ну, то есть, опять же, информации море мы не учитываем. Значит, следующее. Ну, дальше, как бы, все идет очень так же. Европа, потом только Россия. Значит, то есть, когда мы уже начинаем изучать новую историю, мы совершенно не изучаем историю Европы. И только так, отчасти, поскольку Европа участвовала в Великой Отечественной войне, да? То есть, по ходу, еще у меня вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, а вот феодальный строй, капиталистический строй, рабство, оно отменилось? А сейчас рабство существует? А в Украине? Черный рынок. Вы знаете, Тора говорит, что если еврей, ну, вот просто такая модель, картина, значит, когда Израиль завоевал землю, земля была поделена. И у каждого мужчины, у каждой семьи был свой земельный надел. Значит, со временем, вдруг, откуда ни возьмись, появились рабы-евреи. Вопрос, откуда? Если у каждого еврея была земля, как еврей мог стать рабом? Очень просто. Он безответственно отнесся к тому потенциалу, к тому капиталу, которым Бог его наделил. Он не захотел возделывать, и поэтому ему было проще стать наемным работником у своего соседа, передать ему в аренду свою землю, работать у него, получать, довольствоваться каким-то минимумом. Значит, и вот, и Писание его называет рабом. Просто в еврейте слово раб и слуга – это одно слово. И вот, были рабы, то есть это люди, которые не имели своей земли, не имели своих средств производства и довольствовались зарплатой. Скажите, пожалуйста, а кто сегодня из присутствующих не имеет своей земли, не имеет средств производства и довольствуется лишь зарплатой, как наемный работник? Вопрос другой. А кто вот из людей, которые не имеют своей земли, не имеют своих средств производства, довольствуются зарплатой, вот живут на зарплату? То есть вот сколько зарабатывают, столько тратят. Или, как говорят, от зарплаты до зарплаты. Так, простите, мы ничем не отличаемся от рабов. Раб живет от зарплаты до зарплаты, он довольствуется тем, что есть, не имеет ничего своего. Так что рабство, оно присутствует, просто оно, ну, скажем так, то образование, которое мы получаем, оно не называет вещи своими именами. Да, типичная подмена понятий. Ну, я не знаю, как это в процентном соотношении, но факт остается фактом. Значит, смотрите. Я сейчас немножечко... Ну, я могу сказать еще более того. Что любая государственная система настроена на то, чтобы люди, не имеющие ничего, ничего и не имели. Цены повышаются для того, чтобы люди все свои доходы тратили на то, чтобы выжить. Значит, и тут включается интересный механизм. Значит, когда человек вынужден все свое свободное время посвящать тому, чтобы заработать копейки, чтобы выжить, у него нет времени воспитывать своих детей, и тогда он их отдает в детские садики и в школы. Как правило, государственные дешевле, частные далеко не всякие себе может позволить. А государственные школы начинают с детства у детей учить тому, чему сами считают нужным научить их. И дети вырастают. Родителям некогда заниматься образованиями, воспитанием своих детей. Они воспитываются и образовываются государством. А государство просто с детства промывает мозги своим гражданам, начиная с малолетства. И они вырастают послушными рабами, причем послушными, может быть, если бы знали бы правду и не были бы послушны. Поэтому выгоднее человечество своих граждан держать в невежестве. Причем это невежество, ну, такое весьма уникальное. То есть мы вроде бы как знаем и в то же самое время вот так вот наивно живем какими-то образами, какими-то стереотипами. Ну, вот как бы, вот когда я задал вопрос, а как у нас насчет рабства, почему-то черный рынок рабы, да. А вот как бы среди цивилизованных людей рабство недопустимо. Но по факту Писание показывает, что это далеко не так. То есть если брать фундаментальные базовые понятия, которые дает нам Писание, то картина предстает перед нами совершенно другая. Это вопрос уже, вопрос того, какая частная школа. Просто государство, а государственные школы, они дешевле, государственные садики, они дешевле. Поэтому большая часть людей отдает своих детей туда. Значит, в частных школах, ну, за большие деньги больше лапши на уши навешивают. Как бы, не, ну, опять же, смотрите, если бы, к примеру, у нас в общине люди бы действительно задумались о том, чему учат в школах и садиках их детей, и мобилизовались и организовали свое образование, как всегда было в еврейской среде, то я думаю, что тогда было бы совсем по-другому. Но, к сожалению, даже верующие, далеко не все и недалеко в полной мере осознают все эти вещи и последствия того, вот как мы это все проводим в жизни. Значит, я сейчас хочу вам прочитать небольшой отрывок по поводу истории, значит, вот именно в отношении евреев. Значит, шесть раз на протяжении истории существование евреев оказывалось под угрозой. И всякий раз евреи преодолевали ее и сохранялись как народ, идя навстречу следующей напасти. Первой такой угрозой был языческий мир. Евреи представляли собой тогда маленькое кочевое племя. Они были своего рода статистами на мировой арене, затерянными среди таких действующих лиц, как Вавилон, Осирия, Финикия, Египет, Персия. Каким образом они сумели выжить и сохранить свою культуру в течение 17 столетий, среди непрерывных схваток и взаимного уничтожения всех этих великих держав? За это время они не раз оказывались на грани исчезновения. И спасло их не что иное, как те идеи, которые они выдвигали в ответ на каждую очередную угрозу своему существованию. Пережив 17 веков блужданий, рабства, массовых уничтожений и изгнания, евреи снова вернулись на свою родину, лишь за тем, чтобы немедленно вступить в греко-римский период своей истории. То есть, вот по ходу, смотрите, 17 веков истории еврейского народа у нас вписываются только вот в первый пункт. То, что нас в школе учили, что это первобытный общинный строй. Это 17 веков существования еврейского народа. Неплохо так, да? Значит, пережив 17 веков блужданий, рабства, массовых уничтожений и изгнания, евреи снова вернулись на свою родину лишь за тем, чтобы немедленно вступить в греко-римский период своей истории и снова оказаться перед угрозой уничтожения. На этот раз они уцелели просто чудом. Все, к чему прикасалась Эллада в эти годы своего сказочного величия, тотчас эллинизировалась, не исключая и самих покорителей Эллады римлян. То есть, ну, интересно, Греция обладает настолько большой силой влияния на умы человечества, что даже римляне, которые покорили Грецию, в конечном итоге восприняли многое от Греции. Ну, язык. То есть, вот никогда никто не задавался таким странным вопросом, почему в Римской империи самым распространенным языком был греческий? Почему на нем и написан Новый Завет? Не, ну, что латынь, что древнегреческий сейчас, это уже не вышедшие из употребления языки. Как бы они просто трансформировались в другие. С другой стороны, еврит, вот, кстати, будем говорить об этом завтра, а еврит, он живой и используемый язык, хотя долгое время считался таким же, как и латынь, как и древнегреческий. Значит, греческая религия, литература, искусство, римские религионы, законодательство и система правления, все это наложило неизгладимую печать на весь цивилизованный мир. Вот теперь понятно, почему мы изучаем историю Греции и Рима. Понимаете? А не Месопотамии, к примеру, или Индии, или Австралии. Значит, но стоило римским легионам потерпеть поражение, и эта великая культура стала рушиться и погибла. Народы, покоренные сначала греками, а потом римлянами, исчезли. Новые нации силой оружия завоевали свое место под солнцем. Одни лишь евреи выжили, и не силой своего оружия, а благодаря силе своих связующих их идей. Третью угрозу еврейства представляло собой явление, единственное и не имевшее себя равных в истории. Евреи оказались перед фактом возникновения двух течений иудаизма. Один из них сложился в Палестине, а другой зародился в Диаспоре, от греческого слова, переводимого как «рассеяние», и означающего ту часть еврейства, которая была рассеяна в нееврейском мире за пределами Палестины. Со времени изгнания евреев из Иерусалима вавилонянами в VI веке до н.э. И вплоть до их освобождения из гетто в XIX веке н.э., еврейская история – это непрерывный процесс дробления народа на все более мелкие группы, рассеянные по громадным пространствам среди совершенно различных культур. Что сохранило евреев от ассимиляции и исчезновения в море чужих народов, их окружавших? На это испытание евреи ответили созданием религиозного кодекса Талмуда, который стал объединяющей силой и вдохновляющей идеей нации. То был талмудический период еврейской истории. Почти 15 веков Талмуд незримо управлял всем течением еврейской жизни. В VII столетии наш эра иудаизм дал начало новой религии – исламу, созданному Магометом. И это был четвертый вызов, брошенный еврейству. В течение каких-нибудь ста лет мусульманская империя превратилась в серьезного соперника западной цивилизации. Вот, кстати говоря, а в школе нам вообще ничего не рассказывали про это. Понимаете? Ну и в рамках этой религии, приверженцы которой ненавидели христиан, с никогда не ослабевавшей силой, евреи ухитрились не только выжить, но и подняться к вершинам величайших литературных, научных и интеллектуальных достижений. В этот период появились евреи – государственные деятели, философы, врачи, ученые, торговцы и бизнесмены-космополиты. Арабский язык стал языком их повседневного обихода. В ту эпоху возник и тип еврея Бон Вивана и Волокиты, который сочинял не только научные и философские труды, но и любовные элегии. То есть это период, когда евреи в арабском мире чувствовали себя даже лучше, чем сами арабы. Мы просто не знаем этого участка истории еврейского народа и взаимоотношений евреев и мусульман. Но прошло семь столетий, маятник качнулся в противоположном направлении. Мусульманский мир рухнул, и еврейская культура в исламской цивилизации рушилась вместе с ней. Пятой угрозой были средние века. То было мрачное время не только для евреев, но и для христиан. В 12 веков евреи сопротивлялись угрозе полного уничтожения. Все нехристианские народы, покоренные во имя Креста, преклонили пред ним свои колени, кроме евреев. И вот на исходе 12 мрачных столетий евреи появились вновь, сохранив свою духовную, культурную, жизненную силу. Идеи, завещанные им их великими мыслителями, прошли проверку временем и доказали свою жизнеспособность. Когда пали стены гетто, евреям понадобилось не более одного поколения, чтобы превратиться в неотъемлемую составную часть западной цивилизации. Всего лишь за одно поколение, еще не успев забыть тесные улочки гетто, евреи стали премьер-министрами, промышленными магнатами, военными деятелями и лидерами того интеллектуального авангарда, которому суждено было преобразовать духовную жизнь Европы. Шестой угрозой послужило само новое время. Возникновение национализма, капитализма, коммунизма и фашизма в 19-20 веках в дополнении к новой заразной болезни западного сознания антисемитизму представило собой особую угрозу для евреев. При лицом этих новых испытаний возникла необходимость выработать новые средства самосохранения. Окажутся ли эти средства достаточными? На этот вопрос может ответить только будущее. Итак, еврейская история развертывалась на фоне не одной, а по меньшей мере шести цивилизаций. Этот факт противоречит утверждениям многих исторических школ, которые считают, что любая цивилизация, подобно всякому живому существу, живет только один раз и срок ее существования 500 от силы тысячи лет. Однако евреи, как мы видим, живут уже 4000 лет. У них была не одна, а шесть разных культур в рамках шести различных цивилизаций. И, скорее всего, будет и седьмая. Как согласовать этот факт с теорией? Значит, существует восемь основных способов изучения истории, ну или, скажем, моделей исторического процесса, каждый из которых исходит из иных принципов. Как правило, историк выбирает тот аспект истории, который отвечает его представлениям и проводит ту точку зрения, которая кажется ему наиболее правильной. Мы будем пользоваться всеми этими способами, за исключением первого, антиисторического или фордовского. Генри Форд однажды заявил, что вся история – это ненужная дребедень. Если хочешь получить какую-нибудь справку, то всегда можно нанять для этой цели профессора или обратиться к гуглу, который мигом даст ответ. В фордовской концепции история рассматривается как нагромождение несвязанных друг с другом событий, куча имен, дат и сражений. Она не содержит ни уроков, ни откровений. Кстати говоря, сегодня здесь прозвучало такое мнение, что история – это просто хронологически записанный список событий. Второй способ рассмотрения истории может быть назван политическим. В этом случае история рассматривается как последовательность династий, законодателей, войн. Правители сильны или слабы, выигрывают или проигрывают войны. Законы хороши или плохи. Все события выстраиваются в безукоризненном порядке. От А до Я. От 2000 года до нашей эры вплоть до 2000 года нашей эры. Именно в таком виде историю, как правило, преподают в школах. Третий подход – географический. Эта школа учит, что климат и почва предопределяют формирование национального характера. Идея эта впервые возникла у греков. Даже и сегодня многие считают, что единственно подлинный научный путь объяснения социальных черт человечества состоит в изучении физической среды, топографии, почвы, климата. Еврейскую историю было бы весьма затруднительно объяснить на основе этой теории. Евреи обитали чуть ли не во всех климатических зонах. Кстати говоря, в самом Израиле, вот на территории современного Израиля, 7 климатических зон. То есть есть определенное время в году, когда можно в течение одного дня покататься на лыжах в горах и съездить позагорать на пляже. Значит, евреи обитали чуть ли не во всех климатических зонах. Тем не менее, они ухитрились собрать общую этническую идентичность и культуру. Это особенно очевидно в нынешнем Израиле, где еврейские изгнанники, собравшиеся со всего мира, из Азии, Африки, Европы, Америки, в течение одного поколения сливаются в единый народ. Тем не менее, нельзя отрицать, что географические факторы изменили или модифицировали многие черты и особенности поведения евреев. Четвертый способ интерпретации истории – экономический. Это школа Маркса. Она утверждает, что ход истории определяется способом производства товаров. Представим себе, говорит марксист, что экономика феодального общества преобразуется в капиталистическую. Новый капиталистический способ производства, утверждает марксист, повлечет за собой изменения социальных институтов страны. Ее религии, этики, морали, системы ценностей, поскольку возникнет необходимость оправдать и осветить новые принципы экономики. Аналогично, если капиталистическая страна становится коммунистической, в ней тоже начнутся автоматически изменения культурных и социальных институтов, имеющие цель утвердить новый способ производства. Эти изменения будут продолжаться до тех пор, пока новый образ жизни не станет повседневностью. Перерыв Перерыв Перерыв